Всем привет, с вами Голодная, и мы продолжаем играть Demon's Souls. И перед тем, как дальше продвигаться, давайте прокачаем несколько параметров. И в первую очередь нам необходимо прокачать жизненную силу. По максимуму, насколько это возможно. Также можно потратить несколько консервированных душ. У нас есть две души серого демона, одну из них можно съесть. Также уберем душу фаланги. Ну, остальные души можно потратить. У нас получается 11500 душ. Прокачиваем нашу жизненную силу до 22. И на остатки можно, например, подчиниться. Ну, и больше нам ни на что не хватает. Ну, можно было все души не съедать. Ну, ладно. Мне не хотелось там вычислять, что можно потратить, что нет. И теперь нам нужно посетить второй мир, который называется Тоннель Каменного Клыка. Обелиск Подземного Короля. Город шахтеров, которые следят за огромным тоннелем. Когда-то подземные жители помогали солдатам Балетарии нести службу. Но, лишившись душ, они утратили волю. И теперь могут лишь молча работать сутки напролет. Бесцельно дробя камень. Из этого описания можно понять, что Каменный Клык и Балетария были очень тесно связаны. Скорее всего, шахтеры Каменного Клыка добывали некую полезную руду для Балетарии, из которой потом, возможно, ковалось оружие. Кузня. И здесь очень ярко светит солнце. Вдалеке можно заметить, как кто-то кидает камни. И в самом начале нас встречает торговец. Но перед тем, как с ним поговорить, нам нужно для начала расстраиваться с ящеркой, которая так и нарезает от нас бежать. В этой локации очень много ящерок. Они дают материалы для обычного апгрейда, но эти материалы нам очень сильно понадобятся в будущем. И также здесь лежит душа неизвестного героя. Здесь можем наблюдать обрыв. Телега, которая успела проехать перед тем, как этот мост обвалился. И туда мы попасть не можем. Ну что ж, теперь можно и пообщаться с торговцем. Здесь также есть вот такой вот закуток с лифтом, который пока что не работает. Это шорткат, который приведет нас к полезному NPC. Если прислушаться, то можно услышать, как будто кто-то что-то кует. Грязный мужчина. И можно его расспросить об этом месте. О, это замечательное место. Все эти лизерд-eyed-тонсфолки работают тинкером с стены и не обманутся с молодыми людьми как мне. Это делает жизнь довольно легко для меня. Я могу отстать с любыми вещами. Я всегда знал, что там был бог. Спасибо за просмотр. О, вы слышали о лизерд-тенке? Не легко catch, но они имеют какие-то хорошие стены. И я знаю, где один из их гнездов. О, извините, я не могу отстать. И он говорит о том, что ящерке очень полезно. Это мы и так знаем. И также, что где-то существует в этой локации гнездо, о котором он нам не хочет рассказывать. Он продает не так много вещей. Это трава, точильный камень, осколок твердого камня, осколок острого камня, кирку, которую мы и так дальше сможем найти. И эликсир. Это, по-моему, новый предмет Demon's Souls, который быстрее восстанавливает выносливость. Странный состав, поднимающий боевой дух. В течение небольшого времени стойкость восстанавливается быстрее. Эликсир приятно пахнет цветами и дождем. Ладно, хоть не сиренью и крыжовником. Ну что ж, давайте пройдем дальше. И здесь подсказка от разработчиков. Следующий враг уязвим к магии. Да, это действительно так, но также здесь еще одна из подсказка, которая говорит, что следующий враг уязвим к колющим атакам. То есть, в идеале, здесь нам бы понадобилась рапира, заточенная на магию. Но такой у нас в данный момент нет, но у нас есть фальшион, заточенный на магию. Поэтому он нам неплохо подойдет. Липкая белая слизь, такую мы уже находили. Здесь больше ничего нет. И эта локация представляет из себя вот такие вот штольни, где добывают различные полезные ископаемые. Но перед тем, как углубляться, давайте посетим башню. где можно найти несколько полезных предметов. я слишком высоко зачем-то поехал. Ух, тихо. Да, это было рискованно. И здесь нас встречает вот такой толстопус. Это чиновник из Болидарии. Да, они мощные и при этом они используют магию. То есть, они, судя по всему, обладают таинством душ. Также из этого можно понять, что они, можно сказать, такие надзиратели над этими несчастными рабами, которые добывали для Болидарии здесь руду. Да, у меня очень слабая защита от огня. На самом деле, здесь было бы более эффективно против них использовать магию. Ну, волшебную палочку я куда-то убрал. Да, он все равно будет стоять на месте. Он такой жирный лентяй. Ну, в его арсенале есть очень сильные заклинания. Это фаерболы. отжигание. О, не вовремя я полечился. Стреляет он ими достаточно быстро. И он нам дает траву полнолуния. Практически все чиновники дают полезную траву. Также часть своего сета. но часть своего сета они дают в определенных местах. То есть, это фиксированный дроп, который нам пригодится в будущем. И здесь можно найти дробящую секиру плюс один. То есть, это секира, которая уже прокачана. Обыкновенный топор, универсальное оружие, которое можно использовать в бою против самых разных врагов. Как следует, замахнувшись, можно провести этим оружием эффективную атаку, которая наносит увеличенный урон. Хоть эта секира и называется дробящей, на самом деле она наносит обычный урон. А дробящая она называется из-за того, что она прокачана по пути дробящего оружия. Апгрейд по пути дробящего оружия означает то, что у этого оружия полностью исчезают скейлы для ловкости, но при этом повышаются скейлы для силы. То есть, оружие, прокачанное по этому пути, больше всего подходит для силовиков, коим мы не являемся. Поэтому нам это оружие абсолютно бесполезно. Душа прославленного воина. И здесь также можно спуститься в сам низ. Вдалеке можно разглядеть даже какой-то город. На самом деле в оригинале здесь ничего кроме гор не было. Ну, блюпойнты вот, чтобы разнообразить картинку, нарисовали нам такие вот пейзажи. И здесь у нас камень бесплотный глаз. И на будущее могу сказать, что здесь также появится при самой темной тенденции первородный демон. Кто такие первородные демоны, я объясню позже. Я думаю, намного позже. И здесь мы видим вот этих вот бедных несчастных. Ух ты. Работяк. Которые лишившись своих душ и сознания все еще продолжают колупаться и добывать груду. Только уже непонятно для какой цели. Можно сказать, что они полностью лишились рассудка и у них остались такие вот примитивные инстинкты. неплохой дроп. Кулачное оружие обладает самой короткой дальностью атаки из всех видов оружия, но позволяет наносить удары быстро. Любимое оружие грубиянов кузнецов из каменного клыка, которые выпив лишнего любят помахать кулаками. Требования у кастета не такие уж и высокие. Мы можем его даже поставить. Вот так этот утюжок выглядит. Ничего особенного. По сути, мы бьем также кулаками, только при этом наносим дополнительный урон. Но против этих ребят этот урон не работает, поэтому не будем против них применять. И некоторые из них ходят с такими вот мешками. Ох, там стоит чиновник. Да, обычная трава уже для нас практически становится бесполезным. и этих шахтеры с мешками дают очень много материалов для апгрейдов. эти материалы для апгрейда самые простые, но поверьте мне, даже самые простые материалы для апгрейда здесь очень востребованы. да, и здесь нам впервые встречаются собаки. Как многие знают, я терпеть не могу в серии соус собак. Там наверху мы можем видеть предмет, пока что мы его достать не можем. так, давайте уже поставим все-таки наверное волшебную палочку. Ах, черт, я совсем забыл сделать одну очень важную вещь. Я забыл поставить защиту от огня такую вот магию. Кстати, она бы здесь мне очень сильно пригодилась. Даже против толстых чиновников. Ладно, не поставил. Ох, да. Ну, чиновник мне дал шанс исправиться и сходить в Нексус и поставить эту магию. Так, подготавливаем магию, у нас есть две ячейки и заодно поменяем огненную магию на стрелу душ. Эта магия во второй локации будет более эффективна. Да, можно прокастовать сразу же на себя эту защиту. Хотя, в принципе, она действует не так очень долго. И можно сразу же пробежать, особо никого не трогая. Ну, вот этот вот парень с киркой лучше убить, потому что он агрессивен. собаку тоже наобьем. Давайте посмотрим. Стрела душ. Сколько она будет его сносить? 59. О, то есть получается у чиновников защита от магии еще выше, чем защита от огня. Ну, ничего страшного. На самом деле босс этой локации имеет меньшую защиту от магии, чем от огня. Поэтому чиновников мы как-нибудь переживем. Здесь не так уж и много. так, ладно, лучше всего кастовать на контратаке. Он кастанул. Мы кастанули. Он кастанул. Теперь наш очередь. Да, что ж такое желчень, да? Фух. Да, он достаточно быстро кастует огонь. камень. И здесь мы получаем осколок светло камня. И еще различные материалы для апгрейда. Да, в Demon's Souls очень много различных путей апгрейда. Здесь их, по-моему, целых 13. Ну, здесь у нас уже осколки мы читали, обломок это то же самое, только это более продвинутый камень. Дальше у нас осколок необломок острого камня и осколок светлого камня. Осколок кристаллизованной белой руды, способен укрепить множество видов оружия. Используется в оружии, которое требует от владельца силы и ловкости. Если прокачивать оружие при помощи этих камней, то скейлы силы и ловкости у этого оружия становятся на одном уровне. То есть это оружие начнет больше всего подходить для билдов, которые прокачивают силу и ловкость. И здесь у нас такая вот подсобочка, в которой убили незадачи рыцаря. здесь у нас также засада. Так, ну только я немножко не то поставил. да, эти рудокубы с кирками могут быть очень быстрыми и они наносят очень большой урон. Поэтому не стоит их особо недооценивать. дальше проблема в том, что то, что у нас эти туннели очень узкие и оружие ближнего боя так и норовит удариться в стену. И тут у нас завал из тележек. еще один мертвый рыцарь с травой. Полечимся. И вот как раз кирка. Рабочий инструмент шахтеров. Не предназначен для боя, но благодаря твердому бойку может использоваться как колющее оружие. Узнаваемое орудие из копий каменного клыка. Требует в принципе не так уж много сил, всего 13. если попробовать его взять по идее наверное даже я его смогу взять если возьму в две руки. Давайте попробуем им кого-нибудь убить. Там на платформе мы опять можем видеть чиновника. и рядом с ним лежат не такие уж полезные предметы но нам его обязательно нужно убить потому что именно этот чиновник дает один из частей сета которые нам необходимы. если мы проигнорируем и пройдем вперед то здесь врата закрыты и нам нужно их сначала поднять а для этого нам нужно спуститься вниз и здесь у нас выбор попробовать сначала убить чиновника либо спуститься вниз и здесь еще есть такой момент если мы пойдем по этому мосту то он обвалится и чтобы не упасть вниз нужно бежать как можно ближе к его левому краю потому что именно левая его доска она не обвалится примерно вот так обычная атака сносит 53 жизни атака 70 ну что-то фантомас прям разбушевался да у него еще есть атака плеткой зря я сделал две атаки и самое обидное то что он сейчас еще и упадет нет не упал нет все-таки упал но упал хорошо и здесь на его платформе лежала душа прославленного героя как я говорил не особо полезный предмет так да хоть и это оружие и наносит колющий урон но можем видеть зато что у меня сила не очень хорошо прокачана так попробуем сделать бэкстеп да вот что самое неинтересное это то что бэкстеп сразу же сносит столько жизни сколько он сносит то есть нет никакой интриги то есть получается что у противника сразу же снимается большое количество жизни остальные удары снимают было бы прикольнее если бы как и в дальнейшем это сделали если бы атаки именно наносили урон постепенно то есть сохранялась бы хоть какая-то интрига убьешь ты его или нет 56 урона это конечно хорошо но фальшион это все-таки лучше в данном случае для меня здесь огромное количество материалов апгрейда а также рычаг который открывает дверь сверху так дорогой остается конечно все меньше и меньше но ничего страшного можно и докупиться и вот как раз этот чиновник дает перчатки чиновника то есть это фиксированный дроп перчатки можно взять только с него сет чиновник это можно сказать нововведение в Demon's Souls и так как для того чтобы спасти Юрию в ремейке немножко изменили алгоритм теперь теперь можно спасти Юрию если вы будете полностью одетым в сет чиновника то есть в оригинале достаточно было надеть шляпку в ремейке нужно найти весь сет чиновника возможно это более правильно на самом деле но в то же время это немножко усложняет задачу нужно найти всех чиновников которые дадут нам части их сета также здесь есть рудокоп с мешком очень полезный рудокоп есть и менее полезный еще и опасный и наверх отсюда мы подняться не сможем то есть нам нужно опять обходить вокруг спускаться вниз но это не такая уж проблема мы здесь уже всех убили проходим склад тележек поднимаемся наверх и как раз доходим до того самого места где открылась дверь здесь также можно видеть такое огромное колесо которое сваливает руду куда-то вниз непонятно какая сила его вращает конечно ну ладно не будем на этом застрять внимание здесь вот такие вот огненные ящерки они к сожалению не дают никаких хороших камней ну а здесь у нас лежит осколок лавового камня обломок лавового камня излучает жар удивительная руда может плавить что угодно отменяя улучшение и восстанавливая исходное состояние оружия да этот камень нужен если вы что-то запортачили и хотите перекачать свое оружие то вам нужно воспользоваться именно этим камнем который сбросит все апгрейды которые вы применили к оружию и по идее нам бы сразу нужно как-то забраться бы на эту стену и дернуть за тот рычаг наверху ну да не так все просто придется делать очень большой крюк чтобы добраться до того рычага так трава это очень хорошо трава у нас становится все меньше и меньше здесь у нас такое подобие водяной мельницы а тут у нас вот такой вот закуток в котором можно видеть лаву и очень большое количество ящерок на самом деле этих ящерок убивать совсем не обязательно так как даже нахождение рядом с ними может сулить смерть лучше конечно расстреливать их издалека против них магия очень хорошо работает жадные ящерицы совершенно ничего не дали и здесь у нас лежат два трупа на одном из которых есть осколок драконьего камня вот как раз драконьи и камни нам в будущем очень сильно могут пригодиться здесь можем наблюдать вот такую картину не вздумайте шагать вперед по этой лаве это будет смертельно причем на самом деле по обычной лаве ходить то вполне можно было бы пробежать но здесь как бы такая лава она не совсем обычная это как бы такая сюжетная лава по которой нельзя бегать ни по каком раскладе вы сразу же умрете и как можно видеть у этих шахтеров уже такое прогреженное оружие но это им не особо помогает шок отлично вообще я их не хотел убивать но так получилось и мы выходим на свет божий откуда открывается вот такой прекрасный вид да дальность прорисовки здесь конечно намного лучше чем в оригинале можно много чего рассмотреть в деталях душа и здесь мы открываем шорткат в этой локации который на самом деле действительно является неплохим шорткатом а также помимо шортката этот лифт нас приведет к очень полезному NPC это второй кузнец я думаю что даже те кто не играл в демон соус должны были догадываться что ну серия соус не обходится без второго кузнеца который более продвинутый и которому нужно обязательно отдать какой-нибудь уголь либо душу чтобы он начал ковать что-то более полезное что-то руда это обращенные души да это тот самый кузнец это которым говорил болдуин и реально не очень похожи и возможно что они вообще являются братьями ну конкретно в игре об этом нигде не сказано поэтому об этом можно только догадываться ну а также возможно просто что все кузнецы в этой игре выглядит такими вот лысыми бородатыми очкастыми хиликами как раз этот кузнец может улучшить нам фальшивон полумесяца но к сожалению нам не хватает осколков камня лунной тени нужно 4 у нас их всего 3 ну а также он может уничтожить все апгрейды с этого оружия при помощи лавого камня но это конечно же нам делать не нужно давайте отремонтируемся и он ничего не продает это такой кузнец который только улучшает и он также не особо любит разговаривать здесь также можно выйти на платформу на которой лежит тело возможно это выходит на эту платформу чтобы передохнуть после тяжелого трудового дня и полюбоваться пейзажем что это только что лилась там сверху не здесь можно разглядеть мост по которому и прошли в башню лифт и больше нам пока что здесь делать нечего в принципе можно было бы вернуться в нексус ну да ладно здесь еще и тело лежит да здесь всего лишь осколок светлого камня который нам абсолютно не нужен на самом деле эти лифты очень опасно ну в ремейке их здесь улучшили в оригинале там с гравитацией вообще была беда лифт мог ехать чуть ли не быстрее чем главный герой падает на этот лифт поэтому можно было спокойно разбиться да и здесь у нас очередной бесцветный туман которому уже наслышаны на самом деле именно вот бесцветный туман он здесь описан именно лором да как это тот туман при помощи которого старейший уничтожает весь мир то есть он его разделяет и уничтожает в дальнейшем просто этот туман стал также появляться но лором он никак не был описан то есть он есть ну есть как бы туман который разделяет определенной части локации и который обязательно должен присутствовать перед боссом то есть в дальнейшем в серии соус туман это такая вот дань фан-сервис демон соус и да здесь и здесь один момент где лежат несколько предметов но здесь можно бежать очень быстро у нас есть одна попытка но как одна попытка если мы сломали доски и мы также в дальнейшем можем взять эти предметы но нам придется перезагружать локацию из уникального что здесь есть это огромная дубина большая деревянная дубина с железными шипами а других видов крупного оружия это сделанное из дерева дубина отличается простотой в обращении относительно небольшим весом относительно конечно небольшим весом и теперь нам придется опять обходить все заново так да мне показалось что там что-то внизу грестело но нет ну мы уже всех убили поэтому можно очень быстро все это дело пробежать так нужно посмотреть какие требования у этой дубины 20 силы да 20 силы и я ни при каком раскладе не смогу потянуть нужно как минимум 15 чтобы хотя бы в двух руках это оружие использовать но мне эта дубина и особо и не нужна и вот мы уже вернулись в то самое место и здесь очень большое количество этих шахтеров с камнями с кирками с раскаленными мечами но есть хитрость можно здесь подняться наверх и по идее сверху закидать их чем-нибудь непригодным например огненными бомбами если у меня остались такие да у меня остались здесь еще пять штук на самом... ой это на самом деле абсолютно не обязательно делать да не очень эффективно конечно против них и бомбы работают можно в принципе и в ближнем бою их поубивать трава полумесяца и чтобы взять вот этот предмет на уступе и как раз нужно спрыгивать на этот уступ отсюда и здесь лежит тоже всего лишь душа так что в принципе ничего сверх естественного здесь не теряем да мангам можно было вообще на самом деле просто тупо расстрелять их сверху я всегда забываю что я играю за мага ну потому что за мага на самом деле демон соус проходится вообще на имя поэтому я все таки хочу как-то разнообразить геймплей и показать вам демон соус со всех сторон но если у вас возникают какие-то проблемы и вы хотите пройти демон соус с наиболее меньшим сопротивлением то просто тупо используйте магию и здесь у нас лежит уникальный щит стальной щит большой металлический щит простой и надежный каким и должен быть щит и этот щит на самом деле не такой уж хороший вариант весит он достаточно много 6 когда наш экю весит всего лишь 3 а характеристики у него практически такие же как и у экю единственное что у него защита от пробивания чуть чуть больше поэтому не вижу смысла его вообще ставить ну что ж нам нужно пробраться к рычагу и постараться не умереть а то и потом придется достаточно долго ещерки можно сочетать конечно магию и и дискуссиву здесь еще и собаки в общем полный комплект осколок драконио камнем отлично подай интересно что это за башня возможно там находится какая-то печь для переплавки руды так так надо не забывать про свое здоровье точильные камень это точильные камень так при тем как идти вниз давайте еще немножко здесь осмотримся возможно здесь еще что то есть но по моему ничего можно продвигаться ниже удивительно что спустя такое огромное количество лет здесь еще что то работает успел уклониться да магия против них хороша магия в этой локации только плохо действует на чиновников но и есть очень мало и вот мы наконец-то добрались до вожделенной цели и Этими манипуляциями мы как бы перенаправляем воду, которая тут же тушит раскаленную лаву. Конечно, в какой-то степени это бред. Но самое главное, что это работает. Так, вот сюда. Нам нужно то самое место, о котором я вам говорил, что наступать туда ни в коем случае нельзя. Вот оно, то самое место. Теперь здесь можно обобрать обугленные трупы. И также за решеткой здесь лежит тело с кольцом к сопротивлению к яду. Кольцо с темно-зеленой печаткой повышает сопротивление к яду. Создано Гери, знатоком магического ремесла и другом премудрого Фреки Провидца. На печатке изображен череп. Ну, это кольцо нам пока что не пригодится. Да, я думаю, что и вообще не пригодится. Да, большая проблема Демон Солс в том, что здесь можно одеть всего лишь два кольца. Поэтому большинство колец здесь так и остается без надобности. Потому что есть кольца, которые более приоритетны, чем другие. И мы все ближе и ближе к цели. И здесь перед нами опять предстает чиновник. Здесь нужно быть осторожным, потому что эта комната... Напичкана бочками с порохом. А, спички детям не игрушка. Да, ну, колонны пробить он не может, поэтому можно использовать их. Для того, чтобы прятаться и швырять мимо магии. Ну, в принципе, от его фарболов можно и так уклоняться. Главное в этот момент, что это не колдование. Ну, может так же и в ближнем дне его убивать. Ну, что, в принципе, еще быстрее. Этот чиновник дает штаны чиновника. Кстати, немножко почитаем про его сет, что ли. Перчатки чиновника. Жирные министры появились незадолго до нападения демонов на Балитарию. Вошли в доверие к королю Аланту. И стали угнетать местных жителей. Хитро скались. Подобная одежда вызывает у жителей страны негодование, напоминая им о ненавистных министрах. Да, чиновников, конечно, обычный народ, наверное, ни в какой стране не любит. Особенно таких чиновников, которые склонили к Балитарию, явно не в том направлении. Также, кстати, у нас есть штаны. Ну, я думаю, что... Да, они имеют абсолютно такой же лор. И здесь можем наблюдать уже такую вот паутину. Тела окутанные паутиной. Что намекает на то, что здесь где-то рядом обитает паук. Ну, с пауками мы уже в серии соус встречались неоднократно. В разных их проявлениях. Ну, здесь у нас будет такой вот необычный, я бы сказал, паук. А паук, который... Любит использовать огонь. Эдакий стальной паук. И здесь также лежит очень полезная вещь для мага. Это Крис. Небольшой ритуальный меч. Этот меч, испещрён древними рунами, служит проводником в оккультных ритуалах, усиливая наносимый и получаемый магический урон. То есть, если поставить Крис в левую руку, по-моему, даже не обязательно, чтобы характеристик хватало для его использования, ваша сила магии будет усилена. Поэтому, если вы хотите получать максимальный профит, то нужно параллельно с палочкой в левую руку ставить этот самый Крис. Мы движемся всё глубже и глубже. Да, вот, что разочаровывает Demon's Souls, то, что здесь больше половины игры проходит в подземельях. Да, конечно, блюпойнты очень хорошо украсили графику, я не спорю. Но всё-таки их работа больше всего раскрывается на открытых пространствах, чем в каких-то замкнутых пещерах. И здесь, за этой большой пелемоны тумана нас, конечно же, ожидает босс. И что я могу порекомендовать против этого босса? В принципе, его можно убить и при помощи ближнего оружия, либо при помощи магии. Также, чтобы он наносил меньше урона огня, можно использовать водяную завесу. У нас встречает стальной каук. От его залпов можно сразу же спрятаться вот сюда справа. За этим уступом он нас не будет доставать. По идее, магия, хотя всё-таки достаёт. Ну, по крайней мере, фарбол он, кстати, не достаёт. Здесь можно в случае чего передохнуть, что-нибудь съесть. Он кидает фарболами, паутиной. Да, паутины, паутину он достаёт. Но паутина, в принципе, это не так страшно. Да, она замедляет движение, но снимает не так много жизней. И тут есть как бы две тактики, как я говорю. Либо расстреливать этого босса издалека. Паутину, по идее, сшибает. Если прикрыться от его фарболов щитом, то паутина сгорает. От первого попадения фарболом. Да, у него есть несколько атак. Когда он вот так уходит наверх, это значит, что он сейчас будет кидать паутину. Он кидает такой сильный фарбол. Он может кидать несколько не сильных, тройных фарболов. Можно защищаться от этого всего щитом. Сейчас я съем траву. Можно уже отсюда его спокойненько, потихонечку расстреливать маги. Особо близко к нему не подходя. Потому что, в принципе, если у вас есть водяная завеса, то маги его фарболы вам много вреда не причинят. Но также, в принципе, можно его убивать и при помощи ближнего оружия. Вот он шпарит, конечно, как ненормальный. Но если к нему подойти близко... Ну, давайте я сейчас покажу. Он... Сейчас тут мне паутину, как обычно. Уморачиваемся. Подходим. Главное стоять перед ним. Бьет такой атакой. Когда он так трясется, он бьет двумя клещами по бокам, и, по идее, центр у него открыт. То есть, это его ахиллесова пита. Ничего страшного, что он у нас... ...сапонтильнее, так сказать. Вот его атака. После того, как он трясется, мы просто носим несколько ударов. И когда он так начинает блювать, это означает, что нужно отбегать как можно дальше, потому что сейчас будет его ультимативная атака. Он разливает эту горючую смесь. После чего там нужно опять подбираться. Три пары бола. Сейчас он опять залезет наверх, и не паутину. Уклоняемся. Становимся перед ним. Ставим, держим щит. Поверху ждем, пока он начнет трястись. Вот он трясется, бьет. И наносим несколько атак. Дальше держим опять щит. Ждем, пока он трясется, и повторяем его кукуру. Начинает опять плюваться. Можем пока поколдовать защиту огня. Да, конечно, я играю за магой, поэтому моя физическая атака не настолько крута, но даже за магой можно его в ближнем бою очень просто говорить. Сейчас защита не закончилась. поторопился. Поторопился. Давай, бей. То есть, по сути, у него не так много атак. Это просто фаербол. Это три тройных фаербола. Атака паутиной. И ультимативная атака. Вот это, когда он распрыскивает жижу, и потом ее поджигает. И в ближнем бою у него просто атака, от которой мы защищаемся щитом. И стоим посередине и ждем, пока он использует свою сильную ближнюю атаку, которая не попадает по центру почему-то. И мы получаем достаточно много за него душ. Обломок паучьего камня, кстати, такой, по-моему, мы еще не подбирали. Обломок волокнистой прозрачной руды. Позволяет усиливать луки и создавать изысканное оружие, зависящая от ловкости владельца. При помощи этих камней можно усилить оружие до пятого уровня. То есть при помощи этих камней можно усилить у своего оружия скейлы на ловкость, при этом убив скейлы на силу. Ну, то есть сделать такое оружие больше рассчитано на ловкачей. Обычно такими камнями грейдят луки. И также мы получаем чистый паучий камень и душу. Душу демона, ну, в которой, как обычно, нет никакого лора. Ну что ж, давайте сходим в Нексус и немного передохнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok